Хотел бы с вами сегодня обсудить итоги нашей командировки правительственной делегации, моей, по дальней дуге, как мы ее часто называем. Думаю, что и у людей, и у вас сегодня не должно возникать вопросов, что такое дальняя дуга. Учитывая командировку правительственной делегации во Вьетнам, так я понимаю, через Узбекистан во Вьетнам и от Тихого океана до Атлантики, через Индийский океан и моей командировки, мы нарисовали реально эту дальнюю дугу, по которой мы должны работать, образно говоря, дальняя дуга. Еще раз хочу подчеркнуть, что в круг близкой этой дуги и близких наших соседей и партнеров входят страны-содружества независимых государств. Россия, Китайская Народная Республика – два государства, с которыми мы имеем наиболее продвинутые отношения. Это отдельная история. Вы знаете, что приняты и реализовываются соответствующие решения президента отдельно по этим государствам. Декретом, по-моему, определяли работу с Российской Федерацией и вопросы работы с Китайской Народной Республикой. Ну а дальняя дуга, вот она обозначена севернее, южнее расположенных государств, которые нас очень интересуют. Отдельный вопрос, никак не можем мы выйти на его принципиальное решение – это работа с индийским государством. В свое время бывший министр иностранных дел начал заниматься принципиально этим вопросом. Думаю, что нынешний министр иностранных дел внесет в свои предложения в ближайшее время, не позже первого квартала будущего года. План работы с Индией. Именно план, как это мы делали в Африке с экваториальной Гвинеей. Нам не нужны туристические поездки, нам нужны решения конкретных вопросов. Поэтому, если касаться африканского континента, я хочу просто всех предупредить, ведь, с примеру, я пригласил, хоть они и не были погружены в детали этих подготовительных визитов наших специалистов, министров, но они знают это. Я вас пригласил для того, чтобы вы взяли на особый контроль результаты этих командировок. В экваториальной Гвинеи мы работали по-новому, все шло под моим жесточайшим контролем. Там побывал министр иностранных дел, установил контакты с этим государством. Затем специалисты работали, и министры, накануне моего визита, посетив эту страну, выработали основные направления, по-моему, их 15 нашей работы с экваториальной Гвинеей, и 74 конкретных проекта, которые мы договорились осуществить вместе с нашими друзьями в экваториальной Гвинеи. И их надо реализовать. Я просто категорически на этом настаиваю и предупреждаю. В связи с этим, Александр Николаевич Костинев, вам предстоит взять на контроль в администрации президента реализацию работы с экваториальной Гвинеей и Виктором Владимировичем Кении. Вы наверху пометьте себе и контролируйте, изучите все эти вопросы. Если надо, вам расскажут, присаживайтесь об этом. Но это здесь в администрации президента должно быть на контроле, чтобы не было, как у нас иногда бывает, что мы проводим ревизии наших отношений с теми иными государствами, что-то исключаем, что-то добавляем. Мы договорились, и нам надо реализовывать эти проекты. Я откровенно подчеркнул там, что это не благотворительная помощь. Мы не Китай, мы не Америка, которая печатает деньги, и Китай, у которых огромное количество резервов, и даже не Россия. Мы должны договариваться за деньги и исключительно добросовестно работать. Там очень хорошая перспектива. Там надо все, что мы умеем делать. Ну, во-первых, Виктор Владимирович, вы возьмите и занимайтесь Африкой, как когда-то вы начинали. Она должна быть под контролем у вас, как специального посланника президента. По Кении вы знаете вопросы, по которым нас попросил президент помочь им. Три глобальных выгодных для нас вопроса, ну и другие. Поэтому Африка и Кения отдельно – это ваш вопрос. Ну и по Гвинеи, если там будет возможность подключиться по отдельным вопросам, я не хочу их называть публично, потому что начнут же пакостить. Чтобы мы работали. Африканский континент – вы начинали, и там вы за него отвечаете. Что касается Китайской Народной Республики. Лично и персональную ответственность несет Николай Геннадьевич Снабков. Он присутствовал на переговорах вместе с министром иностранных дел. Ну, это естественно. И те договоренности… Нет, не было слышно такого слова. Все вопросы, которые мы поставили перед председателем КНР, Си Цзиньпином, они получили один ответ. Да, мы готовы работать, углубляться. Давайте вместе, давайте подружески работать. Этот визит был весьма продуктивным и полезным для нашей страны. Китай – это будущее всей планеты. И то, что у нас с ними хорошие отношения, это плюс наших достижений. Поэтому Николай Геннадьевич знает, но хочу предупредить. Чтобы не было это, как в народе говорят, в растопырку все. Где-то Косинин Шейманом, где-то там министр, где-то Снабков, где-то Головченко. Все должно быть сконцентрировано в Министерстве иностранных дел. Там все должно быть. Посмотрим, как министр Нового и Министерство иностранных дел справятся с этими вопросами. Это огромное количество вопросов. Поэтому я и поручаю Шейману, и Косинцу подключиться и так далее. Но правительству придется реализовывать и министрам все эти договоренности. Я просто категорически вас предупреждаю о том, чтобы не было какого-то торможения. Что касается Эмиратов, где я находился больше всего и оттуда совершал эти визиты, понятно, что Эмираты работают с нами по отдельным вопросам. Нигде нет торможения, никто не обижался. Ну и договаривались, что, возможно, у них очень большой интерес, мы можем вместе работать в Африке. Там для них большой кусок работы, для Эмиратов, имея в виду их влияние в мире и те ресурсы финансовые, которые у них есть. Поэтому, если у них будет интерес по отдельным вопросам работать, мы готовы их подключать. Вот этот вот целый комплекс вопросов, который вырисовывался в первой половине декабря, он должен быть реализован. Продолжение следует... Продолжение следует...